А за пределами Рады против медицинской реформы митинговали сразу несколько тысяч человек. Сорудники скорых, врачи и фельдшеры. Все они из Конфедерации Свободных Профсоюзов. Говорят о катастрофических последствиях возможной реформы и не боятся обозначить главную виновницу. Ее прообраз, окровавленная фигура, шествует вместе с участниками акции от парламента до Минздрава. Но чиновники в профильном ведомстве хранят молчание, и митингующие прибегли к радикальным действиям. Подробнее в нашем материале. С раннего утра в Мариинском парке дежурят несколько бригад скорой помощи. Пока их коллеги, медсестры, фельдшеры и доктора из других городов собираются на масштабную акцию против медицинской реформы. Невролог Василий Штибаль сегодня оставил своих пациентов. Уверяет, большинство из них рискует и вовсе остаться без медицинской помощи, если реформа будет принята в нынешнем виде. За фендицит кто-то может заплатить 5000 долларов. Количество участников акции растет с каждой минутой. Претензий к Минздраву масса. Помимо старых проблем, низких зарплат, отсутствия в больницах лекарства, оборудования, врачи всерьез опасаются появления новых, связанных с реформой. Работники скорой возмущены идеей заменить их парамедиками, задачей которых будет не поставить диагноз, а довести до больницы. Представьте ситуацию. Согласно парамедикам, все больные должны быть госпитализированы в стационарах. У нас больницы просто не выдержат такой нагрузки. Вы можете себе представить, у нас в городе Запорожье за сутки где-то около 700 вызовов. Мы указываем первую помощь, давление, головная боль, температура. Мы все это сделаем на дому и все. А в больнице их просто ждет куча анализа, куча денег на анализы. Но они просто это не смогут, и люди гибнут. Мы подавали заявку до 2 тысяч, и, виявляються, пришло, и приехало из региона на эту акцию уже больше 5 тысяч людей. Ясно, что люди еще подтягиваются. Мы сделали заклик, и даже сами не ожидали, что люди настолько стурбованы станом справ в медицине в Украине. Первая задача уже так болела, что люди вимагают отставки, выполняющие обязательства министра охраны здоровья, пані Супру. Другая, зрозуміло, що треба викидати цих людей, які тут засіли в цій будівлі, і вони не розуміють, що вони роблять. От в бюджеті України на цей рік закладено 6 мільярдів гривень на централізовану закупівлю ліків для наших медичних закладів. В медичні заклади не поступило ніяких ліків. Нуль. Зеро. Як лікувати людей? Несколько часов под дверями Минздрава толпа ожидает ответа от глави ведомства Ульяны Супрун. Вийде до людей! Но так і не дождавшись, митингуючі уходять к стенам Верховной Рады в сопровождении облитой кров'ю фигуры в маски і з косой, як прообраз главной реформаторши. Недовольний законопроектом є і по ту сторону кордону правоохранителей – в стенах парламента. Реформу медичну проводити необхідно. Це однозначно. Але ми на сьогоднішній день не бачимо, яку модель намагаються запровадити сьогодні Міністерство охорони здоров'я. А за пределами Рады четверо митингуючих, так і не дождавшись реакції Минздрава, решились на радикальні действия, объявили бессрочну голодовку і пред'явили требования. Озвучив їх Михаїл Волынец. Питання відставки виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я пані Супрун. Друге питання – припинити просування медичній реформы. Далі стоїть питання – профінансувати закупівлю медикаментів і ліків, які дуже необхідні для медичних закладів. Пока так і не звісно, успіють ли депутати проголосувати законопроект до начала летніх каникул. Завтра – последній сесійний день. Якщо, звісно, работа Рады не буде продлена. Наталія Савченко, Олег Невідомський. Подробності – телеканал «Интер».